Жалоба поступила от жильцов дома номер 17 в 12 микрорайоне. Жители уверяют, что место для мусорной площадки можно было выбрать другое, более подходящее, например, за 18 домом. Кроме того, что мусорные баки будут загораживать вид на зону отдыха, которую планируется построить на набережной в следующем году, есть масса других неприятных последствий, уверяет пенсионерка, которая проживает в этом доме уже 25 лет. Это вонь, это галь, это неудобства, это мухи, полная антисанитария. Теперь обращались мы, чтобы перенести это, говорят, что Акимат якобы утвердил. Вот если бы Акимат утвердил под своими окнами, поставил бы себе ящики, было бы приятно? Нет, конечно. Поэтому мы убедительно просим, помогите нам лишиться вот этой мусорки здесь. Она нам здесь просто не нужна. С тем, что мусорная площадка будет портить вид улицы, согласны многие жители дома. Однако обращения в письменном виде в городской Акимат от них пока еще не было. Жильцы готовы собрать подписи со всех проживающих в этой многоэтажке. Однако, как говорят в городском Акимате, мусорная площадка была установлена по всем правилам. В июле этот вопрос решила специальная комиссия. Комментарий по данному вопросу нам дал заместитель руководителя ГУ отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог Куандык-Касымов. Это решает санэпидемстанция. Потому что есть специальные в составе СЭС. То есть там учитываются уже действия, свои санитарные правила действуют при выезде. То есть плотность застройки, сколько метров от дома. У них есть свои правила, в санитарных нормах она расписана. То есть по результатам этого они принимают решение. То есть уже окончательное решение составляет протокол, что надо устанавливать здесь контейнерную площадку. Она будет отвечать санитарным правилам. Либо установить, либо оставить на существующем месте, потому что некуда его переносить, в связи с тем, что плотность застройки. Кроме проблемы с мусорной площадкой, жильцы этого района испытывают другие неудобства. Скоро школьники пойдут в школу, а в этом районе не установлен пешеходный переход и нет остановочного павильона. Айшат Ибрагимов, Расулан Жбаев, программа «Факт».